Арестовали машину, промышленный станок и ворота. Это результат совместной работы приставов и сотрудников налоговой службы. Подобные рейды в республике проводят часто, и они приносят ощутимый результат. Сегодня исполнители судебных решений приехали с инспекцией в Чебоксарский район. Результаты рейда в сюжете моего коллеги Дмитрия Ковалева. До совести хозяина этого дома приставы и фискалы пытаются достучаться уже не первый раз. Ему необходимо погасить огромный долг, почти полмиллиона рублей. Но возвращать деньги мужчина отказывается наотрез. Призывы расплатиться и спать спокойно на него не действуют. От людей в форме должник скрываются не хуже героев криминальных боевиков. Говорят, что он умудрялся менять не только места прописки, но и фамилию в паспорте. В этот раз приставы идут на крайние меры. Их не пускают на порог, и тогда они накладывают арест на ворота. Если не плательщик не одумается, то ворота пойдут на продажу. Правда, это мизерная часть его долга. Приставы намерены арестовать и другое имущество. Бутовую технику изымем. Ограничения на выезд за пределы Российской Федерации у него уже есть. Будем предпринимать меры к взысканию задолженности. Но порой приставам приходится накладывать аресты на более громоздкие предметы. У этого должника не нашлось ничего, кроме гвоздильного станка. Расстаться с дорогостоящим агрегатом организация может уже в ближайшие дни. Но, как показывает практика, подобные перспективы радуют далеко не всех. Неплательщики стремятся покосить долги как можно раньше. В дальнейшем, если не погатит должник организации свою задолженность, мы будем принимать меры по передаче этого арестованного имущества на реализацию. Помимо этого, мы применяем меры административного воздействия при наличии оснований уголовно-правового воздействия в отношении наших должников. Приставы и сотрудники налоговой службы к должникам наведываются каждую неделю. В этом году было проведено более 1200 совместных рейдов. Взыска на 100 миллионов рублей. Взаимодействие двух органов доказывает свою эффективность. В текущем году за 7 месяцев нами на исполнительное производство передано более 10 тысяч постановлений о взыскании налоговой задолженности на сумму 991 миллион рублей. То есть было воспреждено исполнительных производств на общую сумму при республике в целом за 7 месяцев на 950 миллионов рублей. После того, когда приставы у нас провели свои исполнительские действия, было взыскано и поступило в бюджет 405 миллионов рублей. В первую очередь приставы и фискалы посещают адреса злостных неплательщиков. Но таких, благодаря совместным рейдам, становится все меньше. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк. Республика.